Тыква – царица осени. Как никогда ее бодрый цвет совпал с теплым, солнечным началом осени. И даже если и сейчас вдруг зарядят холодные дожди, мы сохраним прекрасные воспоминания про сентябрь 2024. Это был просто подарок от природы и погоды. А оранжевые тыквы – это украшение сельского двора, яркая краска в городской квартире и даже модная фотозона, а также полезная еда. И про это не забывают в деревне Сеньково Могилевского района. Что нужно человеку для поднятия настроения осенью? Создать себе антураж. Соломенные тюки, старая телега, немного сухой кукурузы и множество тыкв разных форм и оттенков. И кот Моцарт спит на солнышке, как бутон – тоже часть осенней композиции для фотосессий. В общем, красота, тем более, что урожай уже в закромах. И последний урожай, который снимаем в этом году – это тыква. Тыква – один из самых доступных и самых полезных для организма овощей. Кстати, в деревне Сеньково у Ольги Щетинка дом предков, который служит дачей и место для экспериментов. Здесь появилось лавандовое поле, и как раз сейчас лаванда выдает свое второе осеннее цветение. В нашем лавандовом Провансе как же без французской красавицы. В этом году на участке из одной семечки вырос вкус, на котором выросло порядка 30 вот таких красавиц. И сегодня я вам ее приготовлю. Мускатная тыква похожа на музыкальный инструмент, но с яркой внутренностью. Однако самое приятное, что мускатная тыква универсальная. Из нее можно готовить все, потому что все тыквы разные, и есть такие, которые годятся только на сок и на кашу. Вот эта тыква – это ишики кури. Эту тыкву готовлю только к мясу в качестве пюре. Она по своему вкусу как горохово-ореховая каша. Да, то есть у каждой тыквы свой вкус, ее нет одинаковой. Из этой тыквы только сырой салат. У каждого сорта тыквы не только кулинарное свойство особенное, но и внешний вид. Эти тыквы – это тоже тыква. Это не кабачок, это тыква. Она в разрезе будет такая же, как мускатная, и семенная коробочка у нее будет только вот здесь. А вот это вот будут все сплошняком кругляши. Ее тоже на запекание шикарно. Что ж, семена разнообразных тыкв – не дефицит. Нужно читать описание, выбирать и потом растить и готовить. И так готовка. Совсем немного растительного масла на разогретую сковородку. И выкладываем кусочки тыквы. Буквально минутку-полторы с одной стороны под закрытой крышкой на максимальном огне. И минутку-две с обратной стороны присолить и приперчить. Все. Пока наша тыква жарится, посмотрим на другие блюда из нее. Конфитюр, тыква в сиропе – по рецепту наших бабушек. А вот цукаты – невредная сладость, которая придется по душе даже школьникам. Еще быстрее просто пожарить, как мы. Сельчане растят тыквы оптом, обычно для корма животных. И всегда готовы поделиться с горожанами тыквы. Главное их – сохранить. Хранится она вообще идеально на балконе, на застекленной лоджии, до нуля градусов, в сухом помещении, до мая, а то и до июня месяца. И в течение года можно готовить в любое время все, что вам захочется. Наши блюда похожи то ли на картофель фри, то ли на деревенскую картошку ломтиками. Вкуснее картошки. У тыквы целый список полезных свойств, чуть ли не для всех систем организма. Много витаминов, которые сохраняются даже после термической обработки. И остроту зрения тыква улучшит, и от шлаков очистит, и подарит легкость и заряд энергии. В общем, не второй, но третий хлеб. Мы, как бульбаши, можем сказать, что это тоже наш овощ, наш горбуз. И, кстати, тыква действительно повышает настроение. Это природный антидепрессант, так что никакой оседней хандры. У нас прекрасное оранжевое настроение.